Приветствую всех на канале Heavy Metal Gym. На данный момент я занимаюсь по рекомендациям Егора уже три месяца. И сейчас результат меня уже начинает радовать. Процент жира начал сокращаться. И как вы уже знаете, когда у вас остается не такой большой процент жира, но вот у меня примерно может быть 25 плюс-минус какой-то процент, потому что я рассчитывала в программке на рост вес, то с этим жиром очень сложно бороться. Ты стараешься соблюдать виету, калорийность, тренировки, но он все равно с тобой остается. Наверняка все уже с этим сталкивались. И на данный момент он уже начал уходить. И поначалу результат как бы был незаметен. Егор дал мне тренировочную программу из трех дней. Два дня было ноги и ягодицы, и один день был грудные мышцы и спина. Поначалу очень было сложно мне адаптироваться под данную программу, потому что я выполняла по три рабочих подхода на 8 повторений. Старалась увеличить постоянно вес и выполняла такую схему. Егор же дал мне от трех до пяти рабочих подходов на 10-12-15 повторений. Для меня вначале это было очень сложно, потому что повторений много, подходов много. Нужно преодолевать себя, нужно выносливость иметь, справляться с весом на протяжении длительного времени. Но вот по прошествии трех месяцев я уже адаптировалась, уже привыкла к этой схеме, уже даже повысила рабочий вес во всех упражнениях. И могу еще такое отметить, что стала ощущать работу мышц по-другому. Когда выполняешь базовые упражнения, как становая тяга, приседания, ощущаешь весь мышечный корсет, все мышцы, как ты всем телом борешься с весом. И даже как-то стал ощущать, что могу еще прибавить рабочий вес. Вот. И сегодня бы хотела поговорить о тренировочном дневнике. Я как прилежная ученица с самого начала старалась прислушиваться ко всем рекомендациям и вела тренировочный дневник. Поначалу, конечно, я подстраивалась, как же мне его организовать, что записывать, как следить за прогрессом. Поначалу это было немножко хаотично. Я записывала в блокноте подряд свои занятия. Иногда уже в зале планировала, что я буду делать, но позже стала приходить к планированию заранее составления схемы, таблицы, и в ней уже стала отмечать свои результаты. Справляюсь я с этим детством, могу ли я добавить еще. Вот. Хочу вам показать свой пример, как вот на данный момент я отмечаю свои тренировки, свою программу веду. Так, заношу упражнения по порядку, записываю количество подходов, количество повторений, далее отмечаю вес рабочий. И уже дальше идем по тренировкам. Ну, я проставляю номера, можно не проставлять, проставляю даты, чтобы тоже можно было потом отследить. И записываю время, потому что основная работа у нас должна уложиться 50 минут, как нам рекомендует Егор. Далее тоже записываю уже рабочий вес, во всех ли я подходах с ним справилась, или где-то выполнила меньше повторений, или выполнила заданное количество повторений, все это записываю. Если могу повысить рабочий вес, пишу, например, 25-25, и следующий уже 27-25. И если уже в эту тренировку чувствую, что могу справиться с большим, или использую больше вес, или уже записываю себе на следующую тренировку, что можно уже использовать больше веса. Вот это очень удобно, очень наглядно. Всегда вы можете с легкостью вспомнить, как у вас шел прогресс. Далее здесь вот у меня идет тренировка на руки, на спину и на грудь. Тоже я отмечаю подтягивания, сколько раз я смогла сама подтянуться, сколько я подтянулась параллельным хватом, сколько обратным. Ну, пока вот как бы классическим вариантом у меня не получается, но уже на данный момент тоже у меня прогресс, я могу подтянуться сама уже до шести раз. Тоже от тренировки к тренировке тоже бывает разное ваше физическое состояние, зависит от каких-то, может, внешних факторов, внутренних факторов. Когда-то вы сможете, ну, девочки, наверное, мужчины-то больше могут. Когда-то три, когда-то четыре, когда-то пять, когда-то шесть. Все я это записываю и каждый раз вы видите свой прогресс. Брусья обязательно тоже записываю. Когда я смогу по десять подряд сделать, когда я могу меньше, когда и больше. Ну, раз от раз... Ну, каждый раз получается немножко по-разному. Вот. Если вы выполняете интервальное кардио, то тоже рекомендую записывать. Я обязательно записываю. Потому что начинаем мы с 20 секунд максимальную скорость и потом доводим до 30, до 40. Также я это все отмечаю, чтобы было удобнее. Пишу максимальную скорость, которую я использовала, минимальную скорость, на которой я выполняла отдых на протяжении двух минут. Все это записываю. И очень удобно это контролировать. Тренировочный дневник вам также очень поможет. Если вы уезжаете в отпуск и у вас там нету тренажерного зала, и вы не выполняете там упражнения, то вам будет легче вернуться в зал и вспомнить свои показатели. Потому что все равно за это время вы, скорее всего, станете, ну, как бы, немножко слабее. Ну, или, не знаю, вам так будет психологически казаться, но мне, по крайней мере, вот я когда вежала в отпуск, я немножко сократила веса, когда вернулась в тренажерный зал, потому что мне, как бы, ну, я не стала рисковать сразу выполнять большой вес. Думаю, надо немножко адаптироваться. Посмотрела, какие веса использовала, взяла чуть меньше и снова вошла в режим. Вот. Сегодня хотела об этом поговорить. Надеюсь, была для вас полезной информацией. Буду информировать вас о своих результатах и в дальнейшем. Всем удачи. Пока. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность, тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал. Просто хотя бы даже для ознакомления. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас в канал. Друзья, спасибо, что смотрите. Спасибо, что присылаете ваши вопросы. Это очень и очень важно. На многие я снимаю вот такие видеообзоры. И нам все отвечают в комментариях, если это адекватные вопросы. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях. Ставить лайк или дизлайк. Обязательно написать комментарий. Все это помогает. И это лучшая благодарность от вас и мне, и каналу. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массой и силой без трав.